И всем привет, друзья, с вами Картофан, и это первая часть наших улётных приключений на техномагической скайблочной сборке. Давайте начнём. Ну вот, я и создал свой остров и появился в какой-то пещере. Здесь у нас находится сундучок с самым необходимым, а именно здесь это у нас лёд, арбуз, кактус, ведро, грибы, семена тыквы и семена арбуза. Лавы у нас здесь нет, но я подозреваю то, что у нас, скорее всего, где-то у нас под нами. Потому что здесь у нас остров необыкновенный, необычный скайблок, а вот такой вот, как будто бы его выдернули из какого-то мира. Здесь у нас даже есть гора, я там, кстати, немножко полазил и заметил, даже у нас там есть янтарь где-то сзади. Здесь у нас есть уголь, где-то, короче, здесь был янтарь, сейчас я, наверное, уже его не найду. Ну, в общем-то, где-то тут был даже и янтарь. Так что думаю, что нам поначалу хватит ресурсов. На спаме я видел то, что есть какие-то торговцы. Здесь можно будет торговать, обменивать, допустим, какой-то гравий на какие-то ресурсы. То есть думаю, что мы здесь не пропадем. Так, и давайте мы еще раз посмотрим, что у нас здесь в сундуке есть. А здесь у нас есть... Давайте мы сделаем сначала, в первую очередь, бесконечный источник. А у нас здесь он и есть. Так что давайте мы все это пока что выложим. И что нам нужно будет сделать в первую очередь? Здесь у нас есть мод Экс Нихила. Кстати, гайд на него я тоже делал, так что можете посмотреть. И поэтому нам нужно будет сделать сначала сито. А для этого нам нужно будет заразить дерево сначала червячком. Которого мы добудем с помощью специального крюка, который делается из дерева. Так, давайте мы сначала добудем дерево, которое у нас есть. Ну, полностью добудем его, чтобы все выпало с него. Так, сейчас через 20 секунд будет очистка. Надеюсь, что наш саженец не пропадет. А мы давайте пока что переработаем наше дерево. Вот у нас получили мы 16 досок. Так, верстака у нас нету, да, у нас нету. Так что давайте мы сделаем верстак. Давайте поставим вот здесь в пещерке. Будем пока что жить в пещере. Так, что у нас здесь пока что? Ничего не выпало. Очищение у нас уже было. Все отлично. Так, яблоко упало. Думаю, что оно нам пригодится. Если что-то мы будем его не есть. А скорее всего будем просто падать туда вниз. И спавниться опять здесь. Потому что возможно нам это яблоко потом сыграет ключевую роль. Может быть мы будем зомби какого-нибудь вылечивать. Так, и что же у нас тут пока что ничего не выпадает? Кроме яблочка. Давайте мы тогда пока что сделаем специальный крюк. Так, как он делается я не помню. Так, так, так. Ну давайте попробуем его сделать сначала. Вот таким вот образом скорее всего. Да, вот он. Называется посох. Так, у нас уже есть целых два саженца. Это хорошо. И нам не придется создавать новый остров. Ну-ка, червяк нам выпадет. И нам он не выпал. Ну ничего, у нас зато теперь есть целых пять саженцев дуба. Мы их давайте посадим где-нибудь вот так вот на расстоянии двух блоков друг от друга. Чтобы они выросли. И думаю, что нам этого точно хватит, чтобы добыть червяка. Без сита нам пока что здесь, если честно, нечего делать. Но мы можем попробовать на самом деле добыть пока что лаву. И думаю, что она где-то у нас есть здесь под землей. Но на крайняк, если что-то, мы в любом случае ее сделаем. Мы ее сделаем с помощью специальной такой вот будет у нас тигель. Мы в него положим булыга. Булыга здесь у нас благо есть. И потом, в общем-то, все это дело мы расплавим. Так, давайте мы пока что сделаем деревянную кирку. Вот мы ее сделали. И давайте попробуем дорыться до нашего края мира вниз. Я думаю, что край мира где-то будет посерединке. Поэтому давайте мы где-нибудь здесь выроем себе дырку такую небольшую. А давайте лучше сделаем не дырку, а сразу же пещерку такую маленькую. А вот, кстати, наше первое железо. Мы пока что добывать его не будем. Все, у нас, кстати, есть уже немножко булыги. Поэтому давайте сделаем кирку еще одну. Вот она кирка. И будем копать тогда ниже. Опа, ну вот у нас и лава. Поэтому мы давайте сейчас возьмем наше ведро. Ну-ка, копаем здесь. И добываем нашу лаву. И обратно ставим. Пусть пока что она там будет. Будем знать то, что она там есть. А теперь мы сможем сделать наш источник лавы. Так, у нас есть лед. Но мы давайте его не будем тратить. А то мало ли что нам вдруг он пригодится. Так, где нам поставить наш источник булыги? Так, думаю, что где-нибудь здесь вот у нас получится сделать его. Хоп. Так, хорошо. У нас там бездны нету. Дальше копаем. Кстати, что-то мне кажется, надо немножко сделать поле зрения побольше. Я обычно делаю на 90. А то будто бы мы застанены как-то. Так, здесь получается у нас будет лавы. Здесь будет у нас течена. Ну или здесь у нас даже будет создаваться уже булыга. То есть мы здесь вот так вот делаем. Оп. Ага. А здесь у нас будет вода. Значит, здесь мы поставим блок воды. А здесь она у нас будет стекать. Поэтому давайте мы сейчас выльем чуть-чуть нашу лаву. Где-нибудь давайте вот сюда пока что. И вот так вот мы здесь поставим воду. Так, все. Хорошо. Забираем нашу лаву. Оп. И ставим ее вот сюда вот. Все. Самая первая ачивка. Ну, у нас даже нет ее ачивки. Но, скажем так, ачивка в общем-то выполнена. Это у нас бесконечный источник булыги. Теперь мы сможем бесконечно себе настраивать остров. Ну, как бесконечно, пока наш приват не закончится. Так, что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет сделать в первую очередь, думаю, что печку. Пока наши деревья не выросли, будем делать печку. У нас уже целых 8 штук. У нас пока что идет стан, кстати. Из-за того, что мы голодны, поэтому сейчас, думаю, мы будем падать туда в бездну, чтобы умирать. Так, делаем печку. Поставим ее где-нибудь вот здесь вот. Давайте сверху. Выложим все наши ресурсики. И упадем вниз. Опа. Падаем. Как можно заметить, я здесь уже падал. Практиковал, так сказать, это дело. Все шикарно. И теперь у нас почти что полная шкала голода. Это хорошо. Так, что нам нужно делать дальше? Дальше мы можем, на самом деле, попробовать добывать ресурсы. Я думаю, что мы их тратить не будем, скорее всего. Потому что они могут нам пригодиться. Хотя уголь у нас полностью заменим древесным углем, так что мы можем его пока что даже и тратить снизу. Давайте мы, кстати, докопаемся до самого низа, чтобы посмотреть, как у нас здесь вообще глубоко. Ага, здесь у нас и не очень-то глубоко, как вы можете заметить. Угу. Ммм, да. Все плохо, на самом деле. Здесь у нас не очень-то много ресурсов. Хотя бы лава есть. Это уже хорошо. Вообще, у нас уже есть три железа. Поэтому мы сможем сейчас спокойно его переплавить и сделать что-нибудь. У нас здесь есть моды различные. Industrial Craft, даже Town Craft. То есть здесь у нас очень прям техномагическая сборка. Мы сможем здесь много чего добиться. Даже не знаю, что нам сейчас сделать из этого железа. Давайте мы его переплавим. Нам нужно сейчас сделать сито. Сито у нас не получается сделать из-за того, что у нас нету червяка. Можно сейчас на самом деле попробовать сгонять на спаун. Давайте попробуем. Посмотрим, что у нас там продается. Так, вот мы на спауне. Здесь у нас какие-то дракончики летают. Какие-то бутоны опыта. На самом деле прикольно. Здесь у нас почему-то FPS очень сильно просаживается. Вот сейчас 40 FPS. Не очень-то приятно. Но ничего, давайте мы посмотрим, что у нас здесь продается. Здесь у нас есть различные комнатки. Ага, здесь у нас руды, я так понимаю. И что у нас этот человек продает? Так, обмен. Ага, здесь у нас значит гравий, железный слиток. Ну, потом у нас впоследствии с этим проблем вообще не будет, так что мы сможем здесь обменивать. Так, здесь у нас, думаю, что ничего полезного нету для нас. Кузнец, что тут такое? Ага, это покупка. Ну-ка, здесь у нас какие-то монетки. Я так понимаю, это либо внутренняя игровая валюта, либо здесь ее как-то добывать можно будет. Не знаю, что насчет здесь цены, пока что я не разбираюсь в этой валюте. Так, ну-ка здесь, здесь у нас какой-то посох изображен. Ну-ка. Ага, здесь у нас продаются големы. Големы, это хорошо, но нам сейчас они не нужны. Так, садовник острова Опана. Кстати, здесь у нас саженцы Евеи, они нам очень сильно понадобятся, поэтому думаю, что нам нужно будет их обязательно купить. 20 саженцев дуба надо будет запомнить и обязательно потом купить. Ювелир. Ага, здесь у нас кристаллы продаются. Сапфиры, рубины, алмазы. Да, изумруды здесь нам, думаю, что не сильно-то пригодятся, поэтому мы сможем их спокойненько обменять. Здесь на самом деле очень высоко и я пока что никого здесь не замечаю. Это у нас кто такой? Искатель приключений. Ну-ка, он немножко занят, написано. Торговец, фермер. Опана, здесь можно будет купить свинью. Где если добывать монетки, я пока что не понимаю, но я подозреваю то, что здесь можно будет продавать все это дело, какие-нибудь ресурсы и обменивать их на монеты. Я думаю, что здесь больше ничего такого нету. Там у нас еще какая-то площадка интересная. Давайте мы туда сходим и думаю, что спрыгнем с острова. Так, здесь у нас стражник и какой-то летающий корабль. Ну-ка, оптовый скупщик. Я думаю, что как раз у него и можно будет выкупить золото. Вот мы почти подобрались к нему и что? Вот здесь, кстати, есть вкладочка продажа. И здесь, скорее всего, мы как раз можем продавать. Да, пока что мы ничего, естественно, не можем продать. Но думаю, что потом мы спокойную пшеницу какую-нибудь сможем продавать или даже сахарный тростник. Так что давайте мы просто спрыгнем. А, скорее всего, мы здесь сейчас не разобьемся. Да. Так, давайте мы-то распрыгнем сразу же в бездну. И что же у нас тут? Ага, здесь у нас чанки, естественно, не качались и ничего у нас здесь не выросло. Печка у нас здесь до сих пор работает. У нас уже есть железо. Мы, кстати, можем его попробовать обменять. Давайте, вот мы добыли три железа. Посмотрим, что у нас там на спавне могут нам предложить. Здесь мы можем покупать и продавать. Мы можем только кирки какие-то. Кабультовые. Таун кирки. Так, мы пока что такого еще не добились. А этот что у нас? Ага, здесь только у него обмена торговли. Нету. 20 ниц тростника и сито. Ага, кстати, это довольно-таки хорошее предложение. Нам только осталось найти, где взять тростника. У нас он дома растет, но думаю, что мы его сможем где-нибудь тут выкупить. Так, ну-ка, кузнец, продажа. Опа-на. Давайте продадим ему железо. Все, мы продали три железа. Теперь у нас есть 30 монет. И что мы можем купить? Так, у него ничего мы не можем купить. И да, я думаю, что мы пока что ничего не будем покупать, потому что мы бомжи. Вот мы снова и дома. Что мы можем теперь делать? Мы можем взять кирку и добывать булыгу бесполезную. Мы ее обменивать пока что не можем, но мы сможем обменивать потом гравий, который мы сможем как раз делать из булыги. Давайте мы сделаем молот. Так, молот, если честно, я не помню, как делается, но я подозреваю то, что он делается вот таким-то образом. Да, правильно, мы его сделали. Давайте попробуем добыть до стака нашей булыги и потом ее разобьем молотом. И посмотрим, что мы сможем потом получить с нашего гравия. Смотрите, здесь у нас есть какой-то квест. Если мы нажмем на J, то здесь у нас такой квест играть, играть, играть. Пробыть в игре 120 минут. Мы уже здесь 46 минут целых пробыли. Случайный сундук у нас будет. Один и пузырьки опыта. Сундук, кстати, это очень интересно. Посмотрим, что нам с него выпадет. Кстати, мы можем сразу же добывать каменным молотом. Почему-то я не догадался до этого. Так, еще последняя штучка. У нас будет целый стак гравия. Все, теперь давайте пойдем на спаун. И попробуем что-нибудь купить из него. Я сейчас не помню, какие там расценки. Я почему-то ничего не запоминаю. Ага, здесь у нас получается 24 гравия железа. Я думаю, что мы сейчас все сольем на железо. А именно мы купим сколько? Сколько мы купим? Мы купим всего лишь два железных слитка. У нас осталось 16 гравия. И мы можем купить... Давайте купим медь. Пусть будет медь. У нас теперь есть целых два слитка железа. И целый слиток меди. Нам нужно срочно где-то взять побольше ростков. Но мы не знаем, где их брать. Кроме как у нас дома. И поэтому надо только качать чанки. Я так понимаю, больше никак мы не получим. Ну а это, пожалуй, все. Сегодня мы на самом деле добились очень малого. Даже не сделали сито. Но здесь нужно будет ждать очень много, пока вырастут эти деревья. Думаю, что в промежутке между этой и следующей серией я здесь довольно-таки хорошо разовьюсь. И в следующей серии уже будет намного интересней. Ну а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока.